Глава региона Алексей Русских провел личный прием граждан. Наталья Осипова обратилась от имени своей мамы Галины Марининой, ветерана труда и почетного донора России. Женщины просят отремонтировать квартиру, где проживает мама. Жилплощадь на улице Автозаводской находится в муниципальной собственности. Много лет мы сами как могли, своими силами, естественно, делали там ремонт. Сейчас уже нет сил, мама пенсии 15600, сестра инвалид первой группы. Я прошу сделать хотя бы какой-то минимальный там ремонт, потому что я на заводе тоже работаю, как могу помогаю. А ремонт сделают уже в этом году. Смета разработана. Рабочие поменяют сантехнику, электрику, проведут отделочные работы. Жители Старой Майны попросили помочь в обустройстве дороги на улице Дзержинского. Весной и осенью дорогу размывает, что пройти и проехать по ней невозможно. Скорую помощь детям вызвать не может. Она подъезжает только до пожарки и все. И мы оторваны от цивилизации. В Минтрансе отметили, что смета на ремонт дороги готова. После проведения экспертизы и аукционов на участке приступят к работе. Дедлайн – конец октября. Многодетная семья Кулагиных из Чердакло попросила помочь восстановить дом. В начале апреля случилось несчастье, а пожар. Чтобы нормально жить, нужно провести капитальный ремонт. Ориентировочно на материалы нужно 800 тысяч рублей и 1,1 млн на проведение ремонтных работ. Также в Чердаклицовском районе была оказана адресная материальная помощь в размере 20 тысяч рублей. Поэтому общая такая сумма на первые нужды, которые собрали – 250 тысяч рублей. Министерство природы и цикличной экономики выделит древесину на ремонт дома. Также до 27 мая семье должна быть оказана адресная материальная помощь на покупку материалов.